Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать модуль шестой учебника Спортлайт за шестой класс. Итак, шестой модуль называется Leisure Activities, то есть свободное времяпрепровождение. Итак, перед тем, как вы начнете, предлагается ответить на несколько вопросов. Name some festivals in your country. Imagine you are attending one now. What is happening? Назовите какие-то фестивали в вашей стране. Вообразите, что вы посещаете один прямо сейчас. Что происходит? Далее. Think of a special day in your country. Подумайте о каком-то особом дне в вашей стране. How do you celebrate it? Как вы его празднуете? Далее, ребята. Вам предлагается найти номера страниц. Find the page numbers for pictures 1, 3. Найти номера страниц для картинок 1 и 3. Итак, ребята, картинка первая на страничке 56. Picture 1 is on page 56. Picture 2 is on page 58. Да, картинка вторая на страничке 58. And picture 3 is on page 61. Значит, третья картинка на страничке 61. Далее, ребята. Find the page numbers for... Найдите номера страниц для... A poster... Poster... Это page 57. Страничка 57. A board game... Настольная игра... Это, ребята, странички... Is on page 58, 58, 60, 60, 61, 61, 62 и 62. Ребята, and a book cover, обложка для книжки, Is on page 60. На страничке 60. Далее, ребята, вам рассказывается, что вы будете делать в данном модуле. Ну, а мы с вами переходим к юниту шестому под буковкой A. Free time. Свободное время. Activities. Занятия. Look at the pictures. Which of this do don't you do? Посмотрите на картинки. Какие из них вы делаете или не делаете? То есть, что из этого вы делаете или не делаете? Every day. Каждый день. Every week. Каждую неделю. Every weekend. Каждые выходные. On holiday. На каникулах. Итак. Например. Read books. Вы можете сказать. I read books every day. Я читаю книги каждый день. Или. I don't meet my friends every day. Я не встречаюсь с моими друзьями каждый день. Или. I go windsurfing on holidays. Или on holidays. Я занимаюсь windsurfing на каникулах. I go swimming every weekend. Например. Я хожу плавать каждые выходные. Может быть, вы плаваете в бассейне, да? Но в данном случае, если на пляже, вы можете сказать. I don't go swimming every weekend. Далее. I go cycling on holidays. Я занимаюсь, значит, катаюсь на велосипеде, на каникулах. Или, например. I don't paint every week. Я не каждую неделю рисую. Paint. Play computer games. Играть в компьютерные игры. Вы можете сказать. I play computer games every day. Я играю в компьютерные игры каждый день. Да? То есть, ребята, вот все, что здесь у нас написано. Выбирайте. I go fishing. Или, например, лучше нет. I don't go fishing every holiday. Я не хожу на рыбалку каждые каникулы. Окей, ребята. А теперь попробуем выразить likes and dislikes. То есть, когда вам что-то нравится и когда вам что-то не нравится. Read the table, then ask and answer questions and the example. Use the pictures on page 52. You can use your own ideas, too. Итак, прочитайте табличку. Задайте ответы на вопросы, как в примере. Используйте картинки на страничке 52. То есть, страничка 52. Вторая. Привет. Давайте к ней вернемся. Посмотрим. Точно ли на 52? Нет. Так, секундочку. Тут какая-то у нас опечатка, видимо. Ага. Ну, наверное, в данной картинке. You can use your own ideas. Используйте свои собственные идеи. И пример. Да? То есть, смотрите в табличку. Do you like? Do you enjoy? Тебе нравится? Ты наслаждаешься чем-то, да? То есть, выбираем либо like, либо enjoy. Ответ. Yes, I do. Да. Yes, I'm very keen on. Да. Я очень увлечен чем-то. Fond of. Interested in. То есть, один из трех вариантов. I'm very fond of. I'm very interested in. Или no, I don't. I don't really. Not really. А, извините. No, I don't. Not really. Или not at all. Да? То есть, really или at all надо выбрать. И пример. Do you like windsurfing? Тебе нравится windsurfing? Yes. I'm very keen on windsurfing. What about you? Да, я очень увлечен windsurfing. Как насчет тебя? Далее, ребята, можете сказать. Do you enjoy swimming? Ты наслаждаешься плаванием? Yes. I'm very fond. Yes, I do. Просто, например. What about you? Или do you like painting? No, I don't. Или not really. Или, например, do you like to play computer games? Yes, I'm very keen on computer games. Или I'm very keen on playing computer games. И так далее. Далее, ребята. Understanding the reason. Пытаемся понять причину. Итак, формат текста говорит вам, какой вид текста вы будете читать. Например, letter, письмо, там брошюра, какая-то листовка, лифлет. This helps you understand why the text was written. Это поможет вам понять, почему текст был написан. Далее, ребята, задание третье. Look at the leaflet on page 53. What is it about? Where could you see it? How many clubs are there? Посмотрите на листовку на страничке 53. О чем она? Где вы ее можете видеть? Сколько там клубов? Клубов, извините. Listen, read and find the correct clubs. Послушайте, прочитайте эти названия. И найдите правильный клуб. И затем, ребята, вы должны объяснить подчеркнутые слова, использовать словарик, чтобы в помощь вам и выбрать пять слов и сделать с ними предложение. Давайте послушаем, прочитаем и потом вернемся к заданию под буковкой B. Болтон Миддл 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 Скулл. Итак, школа Болтон Миддл. Итак, ребята. Клубы встречаются в 4.30 прямо после школы. Итак, вы увлекаетесь рисованием? Тогда присоединяйтесь к нам. Мы работаем в группах и учимся, как рисовать, в общем, как рисовать. А мы также ездим в поездки в художественные музеи. Meetings, встречи, Wednesdays, Fridays. Значит, среда и пятница. Drama club, драматический кружок. Are you good at acting? Our drama club is the club for you. We write and present our own plays. And present our own plays. We also go to the stage a lot. Meetings, Mondays. У вас хорошо получается актерство, но актерское мастерство, наш драматический кружок, это кружок для тебя. Мы пишем и представляем наши собственные пьесы. Мы также ходим в кинотеатр, в театр очень много. Встречи по понедельникам. Далее, ребята. Sports club, спортивный клуб. Do you want to have fun? Go cycling, swimming and windsurfing with us? Or play football, basketball or baseball in one of our teams? Ты хочешь повеселиться? Пойдем кататься на велосипедах, плавать и заниматься виндсерфингом с нами. Или поиграем в футбол, баскетбол и бейсбол с одной из наших команд. Итак, встреча Tuesdays. По вторникам. Далее, ребята. Computer club. Вы интересуетесь компьютерами, изучите новые программы, используйте наши компьютеры, чтобы это делать дома. А, чтобы делать домашнюю работу, извините, и поиграйте в лучшие компьютерные игры когда-либо. Meetings, встречи every day, каждый день. Далее, ребята. Book club. I'm a fond of literature. Read exciting novels and talk about them and exchange books. Значит, вы интересуетесь литературой, прочитайте увлекательные новеллы, поговорите о них и обменяйтесь книгами. Встреча по понедельникам, четвергам и пятницам. Music club. Музыкальный кружок. I'm mad about music. Then join one of the bands in our club and let the good times rock Fridays. Итак, вы как бы сходите с ума по музыке, тогда присоединяйтесь к нашей группе, в нашем клубе, и, в общем, займитесь роком. Далее, photography club. Фотография. Are you interested in photography? Come to our club. Bring your own pictures and meet people who love photography. Вы интересуетесь фотографией? Приходите в наш клуб, напечатайте ваши собственные фотографии и встретитесь с людьми, которые любят фотографии. И так, ну, точнее, в фотографии, процесс, да, фотографирование. Встречи Tuesdays and Thursdays. Вторник и четверг. Итак, ребята, а теперь давайте мы с вами попробуем вставить правильный клуб. Once a week. Какой клуб встречается один раз в неделю? Mondays. Это drama club. Кружок, да? То есть drama club meets once a week. Драматический кружок встречается раз в неделю. Ну, как бы проходит. Twice a week. Дважды в неделю. Art club. Дважды в неделю, да? Что еще? Ой, ребята, смотрите. Drama club and sports club meets once a week. С не надо, так как множественное число. Drama club and sports club meet once a week. Только они, давайте проверим, ничего ли мы не забыли. Oh, no, music club meets once a week as well. Да, то есть, ребята, перечисляем. Давайте еще раз. Drama club, sports club and music club meet once a week. То есть эти все кружки встречаются раз в неделю. Meet, потому что множественное число. Три кружка. Далее. Twice a week. Дважды в неделю. Смотрим. Art club. Далее. And photography club meet twice a week. Встречаются дважды в неделю. Три times a week. Кто встречается три раза в неделю? Book club meets three times a week. В данном случае уже нужно S на конце, потому что это единственное число. Book club. And computer club meets every, meets daily, ежедневно встречается компьютерный кружок. То есть meets с окончанием S, так как кружок один. Третье лицо и единственное число. Итак, слова, выделенные жирным шрифтом. Кинон, ой, то есть подчеркнутый. Кинон. Увлекаться. Join. Присоединяй. Присоединяйся. Trip. Поездки. Present. Представляйте. Place. Пьесы. Have fun. Веселиться. Literature. Литература. Novels. Романы, новеллы. Exchange. Обмениваться. Mad about. Как бы очень сильно любить, сходить с ума почему-то. Очень сильно чем-то увлекаться. И print. Печатайте. Так, ребята, ну это все, что у нас сказалось. Упражнение третьего. А теперь перейдем к четвертому заданию. Итак, ребята. А теперь перейдем к заданию четвертому. Read the box. How many compound nouns can you find in the text? Can you think of more? Итак, прочитайте коробочку. Сколько сложных составных существительных вы можете найти в тексте? Можете ли вы придумать больше? Смотрим. In English we can put two words together to make a new word. В английском языке мы можем поставить два слова вместе, чтобы сделать новое слово. Например, homework, homework, да? Эти слова являются составными существительными. Ну, например, мы видим, что футбол, баскетбол, windsurfing, baseball – это все являются сложными существительными. Например, от слова wind и серфинг, футбол, баскетбол и так далее. Далее, ребята, давайте перейдем к пятому упражнению и попробуем составить существительные, прибавив суффиксы. И пример, act – actor, актер. Далее, direct – director, тоже выбираем суффикс. Art – artist, художник, выбираем суффикс – ist. Далее, football – footballer, футболист, выбираем суффикс – am. Play – player, как и футболист, выбираем суффикс – am. Игрок, да? Write – writer, суффикс тоже – er. Paint – painter, художник, опять же, суффикс – er. Cycle – cyclist, велосипедист, выбираем суффикс – ist, при этом не забудьте убрать букву – i. На конце слова cycle – cycle, и убираем, и прибавляем суффикс – ist, cyclist. Present – presenter, выбираем суффикс – er. Далее, ребята, шестое задание. Which of the clubs in Bolton Middle School do you want to join? Tell your partner. Какие из клубов в школе Bolton вы хотели бы к каким из них присоединиться? Расскажите вашему партнеру. Например, I want to join the art club, because it's fun. И I don't want to join the sports club, because it's tiring. Я хочу присоединиться к художественному кружку, потому что это весело. И я не хочу присоединяться к спортивному кружку, потому что это утомительно. Итак, ребята, dull – скучно, tiring – утомительно, и awful – ужасно. Далее, fun – весело, interesting – интересно, brilliant – прекрасно. Итак, вы можете сказать, например, I want to join the book club, because it's interesting. I don't want to join the, например, photography club, because it's dull. Вы можете так сказать, потому что скучно. Ну и вы выбирайте свои собственные клубы и ставьте вместо fun, например, слово fun или brilliant, и вместо tiring вы можете поставить dull или awful. Окей, ребята, а мы с вами переходим к седьмому заданию. Проведите опрос о любимых занятиях в свободное время ваших одноклассников. Сделайте график. То есть это number of students, сколько учеников, а здесь занятия cycling, reading, windsurfing и так далее. Смотрим, например, what do you most like doing in your free time? Что ты больше всего любишь делать в свободное время? И пример, I love going cycling. Или, например, I love… выбирайте все, что вот вы видите. I like reading, I like painting, I like go fishing. Да, ребята? То есть ваш класс, вы отвечаете на эти вопросы. То есть вертикально – это количество учеников, которым нравится это занятие, и занятие горизонтально. Итак, ребята, теперь мы с вами переходим к восьмому заданию. Вам writing – письмо. Вам нужно будет написать абзац о ваших… о том, что вам нравится и не нравится. То есть напишите абзац о ваших… о том, что нравится и не нравится вашим одноклассникам, используя график в упражнении седьмом. И начать можно так. Most of my classmates enjoy… Большинство из моих одноклассников наслаждаются тем-то, 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 потому что то-то, то-то, то-то. Некоторые… some like… Примерно вы могли бы это написать так. Five of my classmates like reading books in their free time. То есть пять из моих одноклассников любят читать книги. Four of my classmates like photography, and ten of them like playing computer games. Четыре из моих одноклассников любят фотографию, и десять из них любят компьютерные игры. Окей, ребята, а мы между тем с вами переходим к модулю шестому под буковкой B Game On. Как бы игра идет. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в следующем году. Ставьте лайки, если мое видео вам хоть немножко помогло. Итак, ребята, games, игры. Давайте посмотрим на игры. Scrabble, то есть это такая игра на эрудицию, да? Darts, darts. Billiards, понятно. Chess, шахматы. Jigsaw puzzle, понятно, пазлы. Darts, то есть, ну вообще marble переводится как мрамор, ну и в данном случае цветные камешки. Далее, такая игра есть marble, да? Далее, backgammon, это нарты. И dominoes, домино. А теперь переходим к первому заданию. Which of the games and the pictures? Какие из игры на картинках? Are board games? Настольные игры. Далее. Are for two players? Для двух игроков. Are team games? Командные игры. И do you play in your country? Какие из них вы играете в вашей стране? Так, ребята, ну я думаю, вы можете ответить на эти вопросы, да? Например, вы говорите, что... Chess, например, и... Что еще? Chess and backgammon are for two players. Или dominoes is a team game. И так далее. Ну, то есть, можно не выиграть в командах, хотя нет. It's a board game. Настольная игра. Настольная игра, конечно же, нет. Не в командах. Dominoes is a board game. Или jigsaw puzzle is... Например, тоже is a board game. Далее, ребята, переходим ко второму заданию. Read the first and the last line of the dialogue. What are Tom and Jim doing? Listen, read and check. Прочитайте первую и последнюю строчку диалога. Что Tom и Jim делают? Послушайте, прочитайте и проверьте. Сейчас мы с вами его прочитаем. Далее, ребята, задание третье. Read the dialogue. Прочитайте диалог. How many games are mentioned? Сколько игр упоминается? What do Jim and Tom decide to do in the end? Что Jim и Tom решают в конце концов делать? И, конечно же, explain the words in bold. Объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Давайте попробуем. Jim, I doing anything. Jim, ты что-нибудь делаешь? Nothing much. I'm listening to music and waiting for the rain to stop. Ничего особого. Я слушаю музыку и жду, пока прекратится дождь. I'm playing baseball at five. Я буду играть в бейсбол в пять. You are always playing with your friends. Ты всегда играешь со своими друзьями. Don't say that. You know I play baseball every Tuesday. Не говори этого. Ты знаешь, что я играю в бейсбол каждый вторник. Do you want to play something with me for a change? Ну, ради перемен. Ты не хочешь поиграть во что-нибудь со мной? Like what? Во что? And don't say monopoly, begummon or scrabble. They are boring. Только не говори, monopoly, nardy или scrabble. Они скучные. Yes. I bet it's boring when you always lose. Конечно. Я спорю, что это скучно, когда ты всегда проигрываешь. I don't care about losing. Мне все равно на проигрыш. Yeah, right. You suggest something then. Хорошо. Тогда ты что-нибудь предлагаешь. How about darts? Как насчет дарца? Так, that's not fair. You are tall and always get more points. Это нечестно. Ты высокий и всегда получаешь больше баллов. Tommy, it's not about who wins or loses, but how you play the game. Tommy, игра не про то, кто выигрывает или проигрывает, а то, как ты играешь в игру. You are right. Darts then. Ты прав, тогда дартс. Окей, ребята. И теперь давайте посмотрим на слова, выделенные жирным шрифтом. Waiting – ждать. For a change. Change – ради каких-то перемен, изменений. Boring – скучный. Lose – проигрывать. Suggest – предполагать. Fair – честный. Win – выигрывать. Lose – проигрывать. Далее, ребята. Найдите фразу, которая означает such as. Такой как. Или I don't mind. Мне все равно. That's not right. Это неправда. What about? Как насчет того, что? Like what? Ребята, like what? Such as – это such as. То есть такая же фраза, да? Далее. I don't mind. I don't care about. I don't mind. I don't care about. Далее. That's not right. Так, ребята, сейчас секунду. That's not fair. That's not fair. И what about? Как насчет? Так. И можно сказать how abouts. How abouts. Окей, ребята, пройдите. Acting out a dialogue. Разыгрываем диалог. Before you act out a dialogue, think of the place who you are and how you feel. Перед тем, как разыграть диалог, подумайте о месте, кто вы и как вы себя ощущаете. When you act out your part, use gestures. Когда вы разыгрываете свою роль, используйте жесты. This helps you use English in a natural way. Это поможет вам использовать английский от природы. Так сказать. То есть, естественно. Далее, ребята, задание четвертое. В парах продолжите диалог. Work in pairs. Работайте в паре. В паре. You are at home on Saturday evening. Вы дома субботу вечером. Act out a similar dialogue to the one in exercise two. Разыграйте похожий диалог, как и в упражнении втором. You can use the games in exercise one as well as your own ideas. Вы можете использовать игры из упражнений первого и своей собственной идеи. Record yourself. Итак, ребята, давайте посмотрим на то, как примерно мог бы начинаться ваш диалог. А вы уже можете дописать все, что вы хотите в него. Итак. Субботние вечера такие скучные. Вообще нечего делать. You are wrong. There are lots of things to do. Ты не прав. Есть много вещей, которые можно поделать. Like what? And don't say playing computer games. They are tiring. Таких как что. Только не говори компьютерные игры. Они утомительные. What about scrabble or chess for a change? Как насчет скраббла или шахмата для перемен? Oh no, I always lose. О нет, я всегда проигрываю. Ребята, вы можете потом написать, что It's not about who wins or loses, but how you play the game. То есть эту строчку можно включить. И alright, chess then. Итак. Ребята, а теперь перейдем к пятому заданию. Нам нужно найти формы в диалоге, которые показывают. Terminant state. Постоянное состояние. Daily routine or habit. Ежедневную привычку. Или ежедневную рутину. Рутину или привычку. An action happening now. Действие, которое происходит прямо сейчас. A fixed arrangement in the near future. Что-то вы уже организовали, что будете делать в ближайшем будущем. И annoyance. Раздражение. Итак, ребята. А теперь давайте попытаемся найти ежедневную рутину. Постоянное состояние. Действие, которое происходит прямо сейчас. Какое-то действие, которое произойдет в ближайшем будущем. И раздражение. Смотрим. Итак. I am listening to music and waiting for the rain to stop. Это действие, которое происходит прямо сейчас. Далее. You are always playing with your friends. Это раздражение. Потом. I am playing baseball at five o'clock. То есть это планы на ближайшее будущее. Так. Что у нас еще там, ребята, предполагалось? Раздражение. Планы на будущее. Ежедневная рутина. То, что... Смотрите. You know I play baseball every Tuesday. То есть каждый вторник он играет в бейсбол. Это ежедневная рутина. И, например, постоянное состояние. Ну, ребята, мы можем сказать, что I don't care about losing. Да? То есть обычно мне все равно на проигрыш. Можно сказать, что это постоянное состояние. Итак, ребята, я теперь перейдем к шестому заданию. Identify the chances. Put the verbs in brackets into the present simple or present continuous. То есть определите время. Поставьте глаголы в скобках в present simple или в present continuous. Итак. Jason isn't coming with us tonight. Jason с нами сегодня не идет. Мы употребляем present continuous. Это когда мы говорим о планах на ближайшее будущее. Jason isn't coming with us tonight. Давайте запишем. Isn't coming. Так, sorry. Далее. What do you do in your free time? Да? И здесь мы просто добавляем do. What do you do in your free time? Что ты делаешь в свободное время? Do you do? Далее. We usually meet in the library at 3 o'clock. Обычно мы встречаемся в библиотеке в 3. Так и пишем we usually meet. Так. Usually. Usually. Далее. Greg isn't learning. Is learning to play chess today? Грег учится сегодня играть в шахматы. То есть в данный момент он учится. Is learning. Learning. Далее. Does Mary speak French well? Mary хорошо говорит на французском. Does Mary speak? I don't often go skiing. Я не часто езжу кататься на лыжах. Ребята, это действие, которое происходит просто в постоянном состоянии, когда мы говорим про французский. И действие, которое тоже происходит регулярно. Не часто это тоже регулярно. Мы употребляем present simple. I don't often go. Ок. Далее. It is raining at the moment. В данный момент идет дождь. Дождь идет прямо сейчас, поэтому it is raining. Далее. You are always losing your key. Ты всегда теряешь свои ключи. Ну, это постоянно повторяющиеся действия, раздражение. Мы можем сказать you. Так, извините, ребята. You are always. Раздражение, ребята. Поэтому мы ставим present continuous. You are always losing your keys. И my father plays chess every afternoon. Мой папа играет в шахматы каждый день после обеда. Просто plays. My father plays chess every afternoon. Ок. Ребята, а теперь перейдем к седьмому. Десятый. I am having dinner with my grandparents tonight. Планы на ближайшее будущее, поэтому present continuous. I am having. Ок. Ребята, а теперь перейдем к седьмому заданию. Choose the correct word phrase. Выберите правильное слово или фразу. Итак. Alice doesn't like playing backgammon. Алисе не нравится играть в нарды. Does not like. Время present simple. Отрицание. Doesn't like playing. Are you doing your homework? Ты делаешь свою домашнюю работу, так как это происходит в данный момент. Время present continuous. Поэтому мы выбираем A. Далее. We usually eat out on Sundays. То, что происходит регулярно. Это present simple. Поэтому мы выбираем eat. Мы обычно едим не дом где-то в воскресенье. We usually eat out. Далее. Одиннадцатая. Are you playing chess? Are they playing chess now? Они в данный момент играют в шахматы. Are. Так как это множественное число. Are they. Пятая. My friend and I play Scrabble on Wednesday afternoons. Мой друг и я играем в Scrabble после обеда по средам. То есть, ребята, play, потому что это present simple. То есть, действия регулярные. I don't like jigsaw puzzles. Тоже это постоянное состояние. Просто мне не нравятся пазлы. Don't like время present simple. Итак, ребята, а теперь перейдем к восьмому заданию. Итак, ребята. Complete the text with the correct form of these verbs. Заполните текст правильной формой данных глаголов. Hi. I'm Sarah and I live in London. Live, ребята. Да, вставляем слово. Привет, я Сара и я живу в Лондоне. Итак, I like, вставляем like к слову, да? I like playing games, especially board games, like Monopoly and Scrabble. Я люблю играть в игры, особенно в настольные игры, такие как Monopoly и Scrabble. My sister also likes games. Итак, my sister also loves games. Loves на конце окончания S, так как третье лицо – единственное число. Моя сестра также любит игры. То есть к слову love добавляем окончание S. We are playing Scrabble at the moment. But we... Итак, argue. Мы играем в Scrabble в данный момент, но мы ссоримся. И так далее, ребята. Мы играем в Scrabble в данный момент, но мы не всегда соглашаемся, имеется в виду соглашаемся друг с другом. We don't always agree. We often argue. Мы часто ссоримся. Argue. Because I... Because I enjoy Scrabble, but she prefers Monopoly, потому что я enjoy, наслаждаюсь, да? Игрой в Scrabble, но она предпочитает prefer на конце окончания S. Prefers Monopoly. Она предпочитает Monopoly. Today my sister isn't very happy. Not be, да? То есть isn't. Isn't. Вместо not be, форму глагола to be, is. Выбираем, да? Is not. Today my sister isn't very happy. Because I... I'm winning again. Сегодня моя сестра не очень счастлива, потому что я снова выигрываю. Ребята, winning с окончанием ING. И не забываем, что N, букву N надо удвоить. Winning again. Окей. Ребята, а теперь мы переходим к заданию девятому. К девятому. Послушайте и соедините говорящих с деятельностью. Итак, ребята, что касается говорящих. Говорящий первый. Это буквка F. То есть он любит шахматы. Говорящий второй. Буквка I. Он любит скраббл. Говорящий третий. Буквка C. Он любит дартс. Говорящий четвертый. Джигсо. То есть пазлы. И говорящий пятый. Мабблс. Буквка B. То есть один F, два E, три C, четыре G и пятый B. Ребята, а теперь мы переходим с вами к портфолио. Ask your classmates about their favorite games. Make a poster with the most popular games. Stick pictures and label them. Think of a title for the poster. Итак, спросите ваших одноклассников про их любимые игры. Сделайте постеры с самыми популярными играми. Приклейте картинки и как-то их промаркируйте, что ли. Придумайте название для постера. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в следующем году. Смотрите видео с разбором контрольных работ и рабочих тетрадей. Продолжение учебника. И мы переходим с вами к модулю шестому под буковкой C. Past times. Итак, ребята, past times – времяпровождение. Задание первое. Where is the man in the picture? What do you think he does there? Complete the verbs on the board game to find out. Итак, где человек на картинке? Что вы думаете, он там делает? Заполните глаголы в настольной игре, чтобы выяснить. Вот наша настольная игра. Далее, ребята. Задание второе. Listen to and read the instructions. Сейчас мы с вами тоже разберем игру. Послушайте и прочитайте инструкции. Then play the Robinson Crusade game in groups of four. Поиграйте в игру про Робинзон и Круза в группе из четырех. Итак. Both children and adults around the world love playing snakes and ladders. Так. Дети и взрослые по всему миру любят играть в змеи и лестницы. Snakes and ladders is not a modern game. Змеи и лестницы – это несовременная игра. It comes from an old Indian game. Она происходит от старинной индийской игры. It is a game about good and evil. Это игра о добре и зле. Snakes and ladders is a game for two to six players. Змеи и лестницы – это игра от двух до шести игровков. To play it, you need a board, a dice and some counters. Чтобы в нее играть, вам нужны доска, игральные кости и какой-то счет. То есть то, что будет считать. You start on square number one and you move your counter the number of squares shown on the dice. Итак, вы начинаете на квадратике под цифрой 1 и передвигаете ваш перечислитель, так сказать, ну, вашу фишку, ребят, вашу фишку на то количество клеток, которое было показано на игральных костях. Далее. When you land on a square at the bottom of a ladder, you go up to the top of the ladder. But when you land on a snake, you go down to the tail of the snake. Итак, когда вы приземляетесь на клеточке, на конце лестницы, вы идете вверх по лестнице, ну, вы поднимаетесь вверх на лестницу. Но когда вы приземляетесь на змею, вы идете вниз, на клетку, где заканчивается хвост змеи. Who ever gets the last square first wins? Ну, понятно, что кто достигает первой последней клеточки, тот выигрывает. OK. То есть вот у нас игра, видите, лестница, змея и так далее. То есть, ребята, и работая в группах, вам нужно будет сделать свою настольную игру про занятия в свободное время, затем поиграть с вашим партнером. Ну, понятно, and he is hearing the birds singing, он слышит, как поют птицы. Is hearing, если это в данный момент происходит. He misses his family, он скучает по семье. And he teaches him words, и он учит его словам. Ну, понятно, кого, да, пятницу. And he cooks on fire, он готовит на огне. Sometimes he sits under the trees, иногда он сидит под деревьями. Ну, ребята, тогда, если мы везде употребляем present simple, то можно и в 45-м тоже. Не он прямо сейчас слышит птиц, а в принципе он слушает птиц. And he hears the birds singing. Далее. He often feels lonely, он часто чувствует себя одиноким. And he doesn't feel happy, он чувствует себя счастливым. He plays with his parrot, он играет со своим попугаем. He grows rice and corn, он выращивает рис и кукурузу. Везде S добавляем, потому что это он, третье лицо, единственное число. And he explores, на конце опять же S, the island, он исследует остров. He doesn't have warm clothes, у него нет теплой одежды. Doesn't have, потому что отрицание, да. Далее. And he eats fruits and coconuts, он ест фрукты и кокосы. And he thinks about home, он думает о доме. He often goes, в кончании ES добавляем, for long walks, он часто долго гуляет. He doesn't have a shower, у него нет душа. And he is cold at night, ему холодно ночью. He is cold. He wakes up early, он просыпается рано. And he washes in the river, он моется в реке. И так, ребята, обязательно подписывайтесь. А теперь переходим с вами к следующему разделу шестого модуля. Culture corner, культурный уголок. И так, задание первое. Which of the games in the pictures is about solving a crime, is about buying and selling property, uses letters to make words, listen, read and check? Итак, какие из игр на картинке расследуют преступления о том, как покупают и продают какое-то имущество, недвижимость, какую-то собственность? Какая игра использует буквы, чтобы сделать слова? Послушайте и проверьте. Далее, ребята, мы должны будем с вами прочитать снова и отметить предложение да или нет. Объяснить слова, выделенные жирным шрифтом. Clue du. Давайте попробуем прочитать. В 1943 году в Англии Антон Прэтт изобрел Clue du. И его жена сделала дизайн доски. Вадингтон Games buys the idea, releases the game in 1949, and it becomes a great success. Значит, компания Вадингтон Games купила эту идею и выпустила игру в 1949 году. И это стало огромным успехом. The aim of the game is to find out the identity of the killer of Doug Black, Dr. Black, the murder weapon and the sin of the crime. Цель игры – это чтобы выяснить, то есть идентифицировать преступника, доктора Блэка, смертельное оружие и сцену, где произошло преступление. Чтобы это сделать, игроки двигаются по дому и задают другим игрокам вопросы. The first player to solve the crime wins. Тот, кто первый решает преступление, выигрывает. Далее. И, ребята, сразу Clue du is a game to play at home. Это игра, в которую играют дома. Это true. Это yes, yes, правда. Итак, ребята, теперь давайте обратимся к словам, выделенным жирным шрифтом. Design – это проектировать, да, что-то делать. Дизайн чего-то. Далее. Release – выпускать. Killer – это убийца. Murder weapon – это оружие преступления. И сын – это место преступления. Сын of the crime, да. И теперь перейдем к следующей игре. Scrubble. Scrubble. New York, 1933. Alfred Botts notices how popular crossword puzzles are and comes up with the idea of Scrubble. То есть, в 1933 году в Нью-Йорке Альфред Баттс заметил, как популярный кроссворд, пазлы, и ему пришла в голову идея Scrubble. That in Scrubble players pick seven letters, letter tiles at random, and then try to make words within their letters. Итак, в игре в Scrubble игроки выбирают семь букв, значит, клеточек, да, клеточек букв, так сказать, рандомно, то есть случайно, без всякого порядка, и затем пытаются сделать слова, используя эти буквы. Players get bonus points for using certain squares on the board and using letters like Q and Z. Значит, игроки получают бонусные баллы, используя конкретные клеточки на доске и используя буквы такие, как Q и Z. The player with the most points at the end of the game wins. То есть, игрок, у которого было всех больше баллов в конце игры, выигрывает. Итак, in Scrubble, the players answer questions. В Scrubble игроки отвечают на вопросы, и это no, ребята, no, да, они придумывают слова. Окей, дальше. А, и, ребята, сразу четвертое. Scrubble is like a crossword puzzle. Scrubble – это как пазлый кроссворд. Ну, yes. Мы можем сказать, что yes. Далее. Monopoly. USA, 1934. Charles Darrow invents the Monopoly board game and makes the first five thousand sets of the game himself. The aim of the game is to make as much money as possible. In order to do that, players buy, sell and rent property. One by one, the players run out of money, and the last player left is the winner. Today, Monopoly is the best-selling board game in the world, with sales of over 200 million sets in different countries. Итак, ребята, в 1934 году в США Чарльз Дэроу изобрел Monopoly – это настольная игра, настольную игру. И сделал первые пять тысяч наборов игры сам. Цель игры – это заработать так много денег, как только возможно. Для этого игроки покупают, продают и арендуют собственность один за одним. И у игроков заканчиваются деньги. И последний игрок, который остался с деньгами, он выигрывает. Сегодня Monopoly – это самая хорошо продаваемая игра в мире. И продали более 200 миллионов наборов Monopoly в разных странах. Итак, ребята, ответ на вопрос. You can buy Monopoly in 200 countries. Вы можете купить Monopoly в 200 странах. Это неправильный ответ, да? Может быть, меньше стран, может быть, больше. Тут не указано. Указано, что 200 миллионов наборов было продано. Поэтому третье – это N – NO. Далее. Под буковкой B. What do these numbers mean? Make sentences. Что эти цифры обозначают? Сделайте предложение. 80. You can buy Monopoly in 80 different countries. Вы можете купить Monopoly в 80 разных странах. 1943. Что произошло в 1943 году? Энтон Прэтт invented Clueda in 1943. Да, всё есть в тексте. Далее. 1949. The game, или Clueda, was released in 1949. Был выпущен, released, с окончанием идти. Далее. 1933. In 1933, Alfred Buds came up, в прошедшее время, came up with the idea of Scrabble. Далее. 1934. In 1934, Charles Darrow invented the monopoly. В прошедшее время, made the first 5,000 sets of the game himself. 2 million. 2 million. Over 2 million sets were sold in different countries. Да? Или over 2 million. Over 200 million sets of the monopoly was sold in different countries. Было... Were sold, ребята. Were sold. Да? Были проданы в разных странах. Или прямо можно взять предложение из текста. Итак, ребята. 80, да? You can buy monopoly in 80 different countries. Вы можете купить монополию в 80 разных странах. Далее. 1943. 1943 год. In 1943, Anton Pratt invented Clueda. Да? Он изобрёл Clueda в этом году. Далее. 1949. In 1949, Weddington Games released, в прошедшее время, Clueda, или released the game. То есть они выпустили эту игру. 1933. In 1933, Alfred Butts came up with the idea of Scrabble. Ему пришла идея, только came, только came, в прошедшем времени came, да? Came, came, came up with the idea of Scrabble. Scrabble. 1934. In 1934. In 1934, Charles Darrow invented the monopoly. Board game. Да? Он изобрёл монополию. 5,000, 5,000, 5,000, Charles Darrow made, прошедшее время от make, да? Made the first 5,000 sets of the game himself. То есть он сделал первые 5,000 наборов сам. И 200,000,000. Итак, the monopoly. Ну, можно так, ребят, можете взять предложение прям полностью. Или вы можете сказать, что over 200,000,000 sets of monopoly, или of the monopoly, were sold around the world. Или were sold in different countries. Были проданы в разных странах. Итак, ребята, а теперь переходим к заданию четвёртому. Итак, какая самая популярная игра в вашей стране? Сделайте заметки под заголовками и расскажите о ней. Первый заголовок. Name. Имя. Например, название. Вы можете сказать, например, chess. Шахматы. Aim. Цель. Какова цель шахматы? Далее. How to play it. Как в них играть? Number of players. Количество игроков. Да? Или берите любую другую настольную игру. И, ребята, if. Пятое задание – это портфолио. Write a paragraph about a popular board game in your country. Write name, number of players, aim. Это одно и то же задание с четвёртым заданием. То есть напишите краткий параграф о популярной игре в вашей стране, название, количество игроков, цель. И сейчас мы попробуем это сделать. Так, ребята, посмотрите. Я просто взяла выдержку. Такой небольшой текст из интернета про шахматы. Поэтому будьте аккуратны, когда тоже его возьмёте. Вдруг он будет у кого-то ещё. Ну, давайте переведём. A popular board game in Russia is chess. То есть популярная игра в России – это шахматы. Chess is a game for two players. Ну, игра для двух игроков. The aim of the game is to trap your opponent's king. То есть цель игры, вот, да, самое важное было, чтобы заманить в ловушку короля. White is always first to move, and players take turns, moving one piece at a time. Значит, белые шахматы всегда ходят первыми, и игроки по очереди двигают одну фигуру за один раз. Each type of piece has its own moves. Каждый. Каждая фигура. Или each figure has its own moves. В каждой фигуре есть свои движения. Итак, ребята, обязательно подписывайтесь, чтобы не потеряться, а мы с вами переходим к разделу English in Use шестого модуля. Buying presents. Покупка подарков. Ok, let's discuss it. Три. Итак, ребята, продолжаем. English in Use. Buying a present. Покупаем подарок. Задание первое. Do you go shopping for your friend's presents? What presents do you buy? What shops do you prefer? Ты ходишь по магазинам для подарков твоему другу? Какие подарки ты покупаешь? В какие магазины ты предпочитаешь? Второе, ребята. Read the sentences below and mark S for the shop assistant and C for the customer. What are they talking about? Listen, read and check. Итак, прочитайте предложение ниже и отметьте S, если это продавец в магазине, и C, если это покупатель. То есть фраза покупателя. О чем они говорят? Послушайте, прочитайте и проверите. Итак, how can I help you? Ребята, чем я вам могу помочь? Это, конечно же, shop assistant. Это буковка S. Как доллар, да? Вот она, S. I'm looking for a birthday present for a friend. Я ищу подарок на день рождения другу. Это, ребята, C. Это customer. Далее. Is it for a girl or a boy? Это для малечка или для девочки? Это, опять же, S. Это shop assistant. Четвертый. What about a jigsaw puddle, then? Как насчет паззлов тогда? Это тоже, ребята, S. Это shop assistant. How much are they? Сколько они стоят? Ребята, это C. Это customer. Покупатель. I'm afraid that's too expensive. Я боюсь, это слишком дорого. Это тоже C. Это customer. Покупатель. I have the perfect thing for you. У меня для вас есть превосходная вещь. Это shop assistant. Буквка S. Would you like me to wrap it? Вы хотели бы, чтобы я это завернул? Это тоже shop assistant. Продавец в магазине. Итак, ребята, теперь перейдем к третьему заданию. Итак, read the dialogue. What does Greg buy for Judy? Прочитайте диалог. Что? Грег покупает для Judy. Итак. Good morning. How can I help you? Good morning. I'm looking for a birthday present for a friend. Доброе утро. Чем я вам могу помочь? Доброе утро. Я ищу подарок на день рождения другу. Is it for a girl or a boy? It's for a friend Judy. She's 12 tomorrow. Она девочка или мальчик? Это для моей подруги Джуди. Ей 12 завтра. What does your friend like doing in her free time? Shall I explain board games and meeting friends? Что ваш друг любит... Ваша подруга любит делать в свободное время. Она любит играть в настольные игры и встречаться с друзьями. What about a jigsaw puzzle then? Как насчет пазлов тогда? That's a good idea. How much are they? Это хорошая идея. Сколько они стоят? This one has 5,000 pieces and costs 18 euros. В эти 5,000 пазлов и они стоят 18 евро. I'm afraid that's too expensive. I only have 15. Боюсь, это слишком дорого. У меня только 15. Let me see. Does she like painting? Давайте посмотрим. Она любит рисовать? Yes. She loves drawing and making things. Да, она любит рисовать и делать какие-то вещи. How about this puppet making set? It's only 13. Как насчет этого набора, в котором нужно делать куклы? Puppet – это кукла. Он стоит только 13 евро. That's great. I'll take it. Would you like me to wrap it? Это отлично. Я его возьму. Вы хотите, чтобы я его взверну? Yes, please. Да, пожалуйста. Итак, ребята, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Table tennis set – набор для настольного тенниса. Jigsaw puzzle – пазл. Hand gliding plane – параплан, понятно. Далее, dart set – darts. Bicycle, chessboard and roller skates. Ребята, а теперь портфолиум. Imagine it is your English friend's birthday, and you want to buy him here a present. Вообразите, что день рождения у вашего английского друга, и вы хотите купить для него, для нее подарок. В парах разыграйте диалог, как диалог в упражнении третьем. Use the toys and prices in the pictures above, to help you. Используйте игрушки и цены на картинках выше, чтобы в себе в помощь. Record yourself. Запишите себя. Давайте попробуем, ребята. Примерный диалог мог бы быть таким. Good morning, how can I help you? То есть, мы опираемся на предыдущий диалог, да? Добрый день, чем я могу вам помочь? Good afternoon. Ой, извините, good afternoon, да? Good afternoon. I'm looking for a birthday present for my best friend. Добрый день, я ищу подарок на день рождения моему лучшему другу. Is it for a girl or a boy? Это для мальчика или для девочки? It's for a girl. She is 14 tomorrow. Это для девочки. Ей завтра 14. What does a friend like doing in her free time? Her, ребята, вот здесь, да? Что ваш друг любит делать в свободное время? She likes sports. Так, ребята, немножко изменю. She likes sports and playing board games. Ей нравится спорт и настольные игры. What about roller skates, then? Как насчет роликов? That's a good idea. How much are they? Хорошая идея. Сколько они стоят? They cost 25 euros. Они стоят 25 евро. I'm afraid that's too expensive. I only have 15. Боюсь, это слишком дорого. У меня только 15. Let me see. How about a dart set? It's only 12 euros. Давайте посмотрим. Как насчет дартса? Он стоит только 12 евро. That's great. I'll take it. Отлично, я его возьму. Would you like me to wrap it? Вы хотите, чтобы я его завернул? Yes, please. That would be great. Да, пожалуйста, это будет великолепно. Итак, ребята, это все, что касается диалога. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в следующем году. И обязательно смотрите видео с разбором контрольных работ за шестой модуль. Итак, произношения. Долгое О и долгое Р. Listen and tick. Listen again and repeat. Послушайте и отметьте. Послушайте снова и повторите. Итак, смотрите, ребята. Если мы к буковке О прибавляем букву Р, мы получаем долгий звук О. Например, как в слове port. Также долгий звук О мы получаем, если мы к буковке А прибавляем либо Л, либо Л и К. Например, чок. Но если мы к буковке И прибавляем И, И или Р, и Р, тогда мы получаем звук Р, например, гелл. Окей, давайте посмотрим. Нам нужно отметить либо это с долгий звук О, либо долгий звук Р. Итак, форм долгий О. Firm долгий Ё. Точнее, Ё. Shirt долгий Ё. Short долгий О. Talk долгий О. То есть форм, short и talk – это первый столбик. А второе. Firm, short – это второй столбик. Далее, jerk – второй столбик. Work – первый столбик. Work – тоже первый столбик. War – первый столбик. И where – это второй столбик. Итак, ребята, а мы с вами переходим к extensive reading. И на этот раз у нас предметы design and technology. Puppet show – кукольное show. Итак, everyone loves puppets. Все любят куклы. They are fun, sometimes crazy, and even when they are sad, they still make us love. Они веселые, иногда сумасшедшие, и даже когда они печальные, они доставляют нас смеяться, улыбаться. Итак, ребята, значит, давайте сразу обратимся к заданиям. Понятно, что нужно прочитать. Which pictures show? Какая из картинок показывает? A glove puppet – куклу из перчатки. Marionette – кукла-марионетка. A finger puppet – кукла из пальцев. Окей, далее. What materials are these puppets made of? Из каких материалов сделаны эти куклы? Clothes – одежда. Wood – дрова. Ну, извините, дерево. String – это какие-то веревочки. Leather – кожа. Rubber – резина. И plastic – plastic. Read, listen, and check. Послушайте. Ой, прочитайте, послушайте и проверите. Далее, ребята. Read again. List all words related to parts of the body. Прочитайте снова. И сделайте список всех слов, которые относятся к частям тела. Давайте попробуем. И сразу будем обращать внимание на слова, которые относятся к частям тела. Итак, there are many different types of puppets. Существует много различных видов кукол. Some are very easy to make, but others can be more difficult. Некоторые очень легко и сделать, но другие может быть гораздо сложнее. Glove puppets are one of the easiest types of puppets to make. Как бы... Итак, glove puppets are one of the easiest types of puppets to make. Перчаточные куклы – это один из самых легких видов кукол, чтобы их сделать. You just take a piece of cloth, attach a wooden or rubber head and put it over your hand. Вы просто берете кусочек ткани, прикрепляете к нему деревянную или резиновую голову и перекидываете через руку. Вы используете свои пальцы, чтобы двигать головой или руками куклы. Далее, ребята. Итак, марионетка – это более сложная кукла, чтобы ее делать или использовать. Но это веселее. В нее веселее играть, чем в перчаточную куклу. Марионетки – это более сложная кукла, чтобы ее делать или использовать. То есть, у марионеток есть целое тело и ноги, и они могут двигаться в разные стороны. The puppeter uses strings to move it. Итак, значит, человек, который управляет этими куклами, использует веревочки, чтобы двигать ей. Далее. Мы можем использовать кукол, чтобы образовывать кого-то или рассказывать истории. Но с куклами это всегда веселее. Итак, когда мы видим кукол, которые двигаются, разговаривают, мы забываем, что они просто пластик, дерево или одежда. И мы входим в мир приключений и веселья. Итак, ребята, а теперь мы с вами обратимся к четвертому заданию. Follow the instructions to make your own puppet. Следуйте инструкциям, чтобы сделать свою собственную куклу. Use your puppets to act out a story. Используйте куклы, чтобы разыграть какую-то историю. Итак, make a sock puppet. Делаем куклу из носка. Put a sock on your hand. Значит, оденьте носок на вашу руку. Второе. Put glue on the back of the buttons. Значит, помажьте клеем пуговицы сзади. Третье. Place them on the sock. Прикрепите их к носку. Put glue on pieces of wool. Прикрепите, значит, помажьте клеем кусочки дерева. Place it on the sock at the back of your hand. Прикрепите их к носку сзади вашей руки. Your puppet is ready. Ваша кукла готова. Итак, ребята, посмотрите еще. А, ребята, извините, wool – кусочки шерсти. Шерсти – не дерево, а шерсти. Я думала, это wood. Тут немножко не заметил, да? Кусочки шерсти. Итак, что вам понадобится? A sock, то есть носок, two buttons, две пуговицы, wool, ну, то есть какие-то шерстяные нитки, glue, клей и scissors – ножницы. Ребята, между тем мы с вами переходим к прогресс-чек за шестой модуль, то есть задание первым. Form compound nouns – сформируйте сложные существительные. Итак, первое. House – ответ D – work. Работа по дому. House work. Wind surfing. Второе – ответ C – windsurfing. Третье – basketball. Ответ I – баскетбол. Далее, четвертое. Newspaper – ответ B – газета, да? Newspaper – газета. И пятое – birthday. Ответ A – birthday – это день рождения. Итак, ребята, а теперь перейдем к второму заданию. Complete the gaps with the words below. Дополните пропуски словами ниже. Итак, первое. Tony is mad about football. He never misses a match on TV. Итак, Тони сходит с ума, очень увлечен футболом. Он никогда не пропускает матч по телевизору. Первое вставляем mad. Mad. Второе. Are you interested in history as well? Interested – ты интересуешься историей так же? Третье. Jane's little daughter is very good at dancing. Третье вставляем good, да? Маленькая дочка Jane очень хорошо, ей удаётся хороша в танцах, да? Good at. Четвёртое. I'm quite fond of comedies. What about you? Я достаточно увлечён комедиями. Как насчёт тебя? Fond of. Да? Fond of. Ребята, чтобы понять, какое слово вставить, надо посмотреть на предлог, который следует после этого слова. И эти предлоги обычно запоминают, и после слова fond обычно бывает предлог of. Пятое. Anthony is not keen on classical music. Keen on, да? Keen, пятое. Anthony не увлечён классической музыкой. Окей, ребята, а между тем, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. И обязательно ставьте лайки, если моё видео вам хоть немножко помогло. И обязательно, обязательно смотрите видео с разбором контрольных работ за шестой модуль и рабочих тетрадей. Итак, socle the odd word out. Вычеркните странное лишнее слово. Итак, dull, tiring, awful, fun. Конечно же, лишнее слово. Fun, веселье. Всё остальное это скупка. Дал, скучный. Tiring, утомительный. Awful, ужасный. Fun, веселье. Вычеркиваем. Далее. Dominos. Painting. Backgammon. Billiards. Итак, всё это настольные игры, кроме painting. Мы убираем painting. Далее. Good, font, keen, bad. Выбираем bad. Третье, да? Только это слово не означает увлечённый с чем-то. Далее. Rally. Quick. Never. Always. Quick. Четвёртую убираем. Quick. Быстрый, да? Потому что это не относится... То есть, смотрите, rally редко, never никогда, always всегда это чистота повторения чего-то, каких-то действий. Quick – это быстрый, оно лишнее. Далее, ребята. Вот задание четвёртое. Write sentences using the present simple and present continuous. Напишите предложение, используя present simple и present continuous. И пример. I work to work every day, but today I'm taking the bath. Итак, ребят, давайте попробуем. I eat vegetables every day, but today I'm eating meat. Я ем овощи каждый день, но сегодня я ем мясо. I play volleyball every day, but today I'm playing basketball. Я играю в волейбол каждый день, но сегодня я играю в баскетбол. Четвёртое. I go wind surfing every day, but today I'm going skiing. Я занимаюсь виндсёрфингом каждый день, но сегодня я занимаюсь лыжами. I play darts every day, but today I'm playing chess. Я играю в дартс каждый день, но именно сегодня я играю в шахматы. Итак, I read a book every day, but today I'm meeting friends. Я читаю книжку каждый день, книгу, но сегодня я встречаюсь с друзьями. Итак, ребята, теперь перейдём к пятому заданию. Заполните предложение правильной формой глаголов в скобках. Итак, I can't go out tonight, because I'm studying for my math exam. Итак, выбираем время present continuous. Я не могу пойти куда-то сегодня вечером, потому что я учусь, готовлюсь к экзамену по математике. I'm studying present continuous. Второе. I don't want to live yet. Я ещё не хочу выходить, да? I. Уходить. I don't want. Пятое. I'm having such a good time. Я так хорошо провожу время. Having. Это просто на continuous, потому что в данный момент. Далее. Третье. Christine doesn't watch much TV, because she prefers to read. Так, это третье лицо, единственное число, поэтому вместо do мы говорим does not watch. Это регулярное действие, которое не прямо сейчас происходит, поэтому present simple. Кристина не смотрит много телевизора, потому что она предпочитает читать. Даня. We never do anything fun at the weekends. That's not right. Мы никогда не веселимся по выходным. Это неправда. Вставляем that's not right. Can I close the window? Можно я закрою окно? I don't mind. Мне всё равно, я не против. Итак, let's do something for your birthday. Давай, давай что-нибудь сделаем на твой день рождения. Like what? Что, например? Далее. How about a board game? Как насчёт игры, настольной игры? That's a good, great idea. Это великолепная идея. Так, ребята, а теперь минутка улыбки. Smile. Where do geologists go for entertainment? Куда геологи ходят, чтобы развлечься на рок-концерты? То есть рок – это и рок, а ещё рок – это переводится как скала. Ребята, всем удачи. Надеюсь, у вас всё получится. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok